Судьба пассажиров и сотрудников авиакомпании Transair была сегодня в центре внимания на совещании президента с членами правительства. Владимир Путин заявил о необходимости поддержки людей, которые планировали воспользоваться услугами этого воздушного перевозчика и купили билеты, а также помощи в трудоустройстве персонала. Нужно, во-первых, выполнить все обязательства перед пассажирами. Подавляющее большинство пассажиров уже перевезено, но 200 с лишним тысяч еще остались. Это первое. Второе. Нужно обязательно сделать все по максимуму для того, чтобы решить социальные вопросы, связанные с трудоустройством сотрудников. Это свыше 10 тысяч человек. Ну и, наконец, нужно подумать о том, что сделать для поддержки тех компаний, которые плечо подставили и занимаются перевозкой пассажиров. Но и нужно все-таки прекратить продажу билетов. Впрямую билеты уже не продаются, но в пакетах туристических компаний перевозки, в том числе с помощью трансаэра, указываются и продаются. Но это, если это кто-то будет продолжать делать, то все, кто это делает, должны иметь в виду, что они берут риски полностью на себя. Вопросы, связанные с трудоустройством служащих компании трансаэра, находятся на особом контроле и будут решены с минимальными издержками. До 15 декабря нет сомнений, что все пассажиры, имеющие в руках билеты трансаэра, будут перевезены. Мы думаем, что задача, которая поставлена, она будет выполнена. Аэроход на самом деле возьмет себе на работу порядка 6 тысяч человек персонала трансаэра. Мы планируем взять порядка 34 воздушных судов от наших лезингодателей российских. Тем самым мы обеспечим мобильных нашим послужинам на ближайшее время. Еще одна важная тема, которая обсуждалась на совещании – начало отопительного сезона. Он уже стартовал в 66 регионах. Как отметил президент, первые результаты говорят о том, что осенний-зимний период пройдет в соответствии с графиком. Владимир Путин обратил внимание и на проблемы, связанные с долгами в сфере ЖКХ. По данным профильного министерства, их общая сумма сейчас составляет почти 970 миллиардов рублей. Примерно четвертая ее часть – задолженность россиян за коммунальные услуги. Глава государства потребовал держать ситуацию под контролем.